Сергею Юманову 38 лет. Он страдает ожирением с детства. Мужчина делится. Набрал лишний вес, когда некоторое время жил у бабушки. Признается, слишком много ел. Считает, что с тех пор у него нарушен обмен веществ. Борется с проблемой всю жизнь. Были случаи, когда при избавлении нескольких десятков кило он снова их набирал. Сейчас оренбуржец весит 130 килограмм. За семь последних месяцев скинул 15. Ограничил я некоторые продукты, например, сладкая, мучная. Есть нюансы. Некоторые овощи, например, в вареном виде, их тоже не рекомендуют есть, потому что у них гликемический индекс высокий. То есть продукт превращается в сахар. Особое внимание сейчас Сергей обращает и на режим питания. Ест он пять раз в день, через каждые три часа, чтобы не чувствовать голод. Плюс ко всему физическая нагрузка – 10 тысяч шагов в день. С ним постоянно на связи специалист. Мужчина уверен, на правильном пути и сдаваться не собирается. Ведь лишний вес доставляет большие неудобства. Такое заболевание сейчас наблюдается не только у взрослых, но и у детей и подростков. Так, только четыре года назад Оренбуржье числилось в лидерах по количеству пациентов с ожирением в России. Есть несколько причин его возникновения, говорят специалисты. Главная причина – это, наверное, все же дисбаланс между энергией, которую мы потребляем, и энергией, которую мы расходуем. Последнее время мы, конечно, питаемся так, как нам удобно. То есть мы питаемся часто, мы делаем какие-то перекусы булками. Плюс доказано, что от 40 до 70% – это влияние генетического фактора. Выявлено много генов, которые влияют на метаболизм углеводов, жиров и через это влияют на развитие ожирения. Побороть заболевание возможно, если приложить максимум усилий. Один из общих советов специалистов – отказ от сахара и сахаросодержащих продуктов, перекусов мучными изделиями. В рационе должно быть достаточно белка, мяса, рыбы, морепродуктов, зелени и овощей от полукилограмма в день и более. Важна и физическая нагрузка. И перед тем, как вернуться к привычному режиму, нужно вспомнить, что ожирение – фон для онкологических заболеваний, диабета и других болезней. Елена Еремина, Семен Воробьев. Новости дня.